Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире 11 канала программа «Сектор VIP» и я ее ведущий Борис Васильев. Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на обретение членства в Евросоюзе и НАТО. За такое решение проголосовали 334 народных депутата. Решение важное, решение судьбоносное, и, наверное, именно об этом нужно было бы говорить в нашем эфире. Ну или о том, что сегодня же депутаты приняли решение о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую. Но мы решили поступить иначе и начать эфирный год программы с разговора о предстоящих президентских выборах. Решили так потому, что, на наш взгляд, от результатов этих выборов будет непосредственно зависеть фактическая реализация, в том числе и принятых сегодня решений. Хочу заметить, что у нас немного изменился формат программы. У нас появилась площадка для прямого включения. В эти минуты в торгово-развлекательном центре «Дафи» на мониторах транслируется наш эфир и работает наша творческая группа. В течение программы мы планируем несколько раз производить включение из торгово-развлекательного центра «Дафи». И заинтересовавшиеся нашей программой и обсуждаемым вопросом посетители смогут задать вопросы нашим экспертам, находящимся здесь в студии. Мы очень хорошо вас слышим. Мы приветствуем экспертов в студии с дизнимального майданчика торгового центра «Дафи». Видите, люди проявляют активность невеликую, но интересуются процессом выборов. Поэтому надеемся, что будем активно втручаться в ваши обговорения. Ну вот так и будем делать. Спасибо вам до включения. Вот так примерно мы будем работать с этой площадкой. А продолжаем пока работать в студии. Прежде чем представить участников, я хочу пригласить к участию в программе наших телезрителей. Традиционный опрос, интерактивное голосование. На экранах будет очень простой вопрос. Два варианта всего ответа. Собираетесь ли вы голосовать на выборах? Так как тема нашей программы – выборы. Вот об этом мы говорим. Значит, вопрос, ответ, вариант ответа о том, что не решил, пока мы убрали. Оставили только «да», «нет». И посмотрим, как наши телезрители собираются проявлять свою активность, свою гражданскую позицию 31 марта. Значит, звонки со стационарных телефонов бесплатные, с мобильных, по тарифам операторов сотовой связи. Теперь я представлю участников программы. Слева от меня Владислав Романов, политолог, кандидат исторических наук. Вадим Головченко, общественная сеть опора, координатор по области, я так понимаю. Антон Филиппов, общественное движение «Честно», аналитик этого движения. Он же работает еще в газете «Лица». Андрей Шулико, политолог, кандидат политических наук. И Иван Красиков, общественная организация «Неправительственная медийно-адвокационная группа». Он руководитель этой организации. Обращу ваше внимание на то, что мы пригласили участников программы таким образом, чтобы они могли поделиться с нами своими соображениями в отдельных каких-то сферах избирательного процесса, да и самих выборов. Допустим, хотим, чтобы Владислав Романов, мы попросим рассказать о особенностях политической, может быть, ситуации, в которой проходит избирательная кампания выбора, о запросах общества, вообще о том, что происходит в нашей стране. На каком фоне все это происходит. Вадим Головщенко, Антон Филиппов. Ну, наверное, будет естественно, если вы расскажете, может быть, о том, как планируете мониторить, может быть, выборы, как следить за соблюдением законодательства избирательного, его нарушениями и, соответственно, реакцией вашей. Андрей Шулико, мы надеемся, расскажет нам о тех технологиях, которыми попытаются каким-то образом повлиять на результаты выборов, как этот процесс будет происходить из опыта уже, может быть, прежних компаний и каких-то там новинок. Иван Красиков просветит, наверное, нас в части использования СМИ и средств массовой информации, и их роли и влияния на выбор избирателей. Справа от меня Виталий Жиганский, это Украинский центр социального партнерства, руководитель. Юлия Гуринова, волонтер, общественный активист. Дмитрий Поворотный, человек хорошо всем известный, военный священник, капеллан полка Днепр-1. Дмитрий Кошко, участник боевых действий на востоке Украины, ветеран АТО. Владимир Выборный, предприниматель, основатель казачьего хутора Галушковка. Антон Мороз, журналист издания «Одни проград». И Наталья Попова, общественный активист. Ну, мы тоже сюда, как бы так, не случайно с улицы звали людей. А все-таки, наверное, по профессиям, по месту работы вы поняли, что здесь тоже каким-то образом сформирована большая часть запросов, да, нашего общества, разных его представителей. Ну, и перед началом программы, таким введением темы, небольшой сюжет нашего корреспондента Марины Дудник на тему программы. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. До 9 февраля будет известен окончательный список кандидатов на пост главы державы, но срок подачи документов уже завершен. На 4 февраля зарегистрировано 30 претендентов, и это рекорд. На прошлых выборах их было на десяток меньше. Одобренные Центральной избирательной комиссией кандидаты, все граждане Украины старше 35, владеющие государственным языком и прожившие в стране 10 последних лет. Часть из них – представители политических сил, другие – самовыдвиженцы. Рядом с весомыми фигурами множество технических, которые лидеры президентской кампании используют для борьбы с конкурентами. Не исключено, что некоторые участники гонки снимутся с нее накануне выборов. Закон позволяет таким кандидатам до 7 марта забрать свои 2,5 миллиона гривен залога и сойти с дистанции. Что до программ кандидатов, большинство из них говорят об экономике, коррупции, вопросах языка и церкви. Почти все грешат популизмом и необоснованными обещаниями. Часто озвучивается тема мира, которую многие из претендентов трактуют диаметрально противоположно. По мнению экспертов, бюджеты кампании каждого кандидата состоят из двух неравнозначных частей – белой и черной. С одной стороны, все претенденты открыли накопительный счет для финансирования предвыборной агитации. С другой – неофициальные источники денежных поступлений и гигантские бюджеты. Комитет избирателей Украины считает, что левые источники покрывают до 2-3 общей суммы затрат. Кандидаты, которые хотят всего лишь заявить о себе в преддверии будущих выборов в Верховную Раду, ограничатся теледебатами, а на остальном сэкономят. Лидеры президентской гонки будут выкладываться по полной. Их бюджеты на предвыборную кампанию оцениваются в 100 и даже 150 миллионов долларов. Расходы традиционные – это затраты на телерекламу, агитаторов, избирательные штабы, членов комиссий и наблюдателей, внешнюю рекламу и пресловутую гречку для электората. В украинских реалиях последнее воспринимается почти как норма. Государственный реестр избирателей сообщает, что голосовать на выборах могут 35,5 миллионов украинцев. На самом деле людей, которые дойдут до избирательных участков, намного меньше. Жители оккупированных территорий в большинстве своем голосовать не будут. Следует также учитывать значительную трудовую миграцию последних лет и огромное количество мертвых душ, которые десятилетиями значатся в списках. Тем не менее, все, кто посчитает нужным принять участие в выборах главы державы, смогут это сделать 31 марта. Второй тур, который с высокой долей вероятности состоится, назначен на 21 апреля. Мы продолжаем программу. Единственное, я уточню, по-моему, на сегодняшний день, уже там звучала цифра на 4 февраля, по-моему, уже 43 зарегистрированных кандидатов в президенты, и еще осталось, наверное, сутки, по-моему, до 9-го, последний срок. Итак, я передаю слово Владиславу Романову. Пожалуйста. Добрый вечер, на самом порядке. Ну что ж, я могу всех приветствовать. Единственное, буквально перебью одну минутку. Я попрошу вас и вас тоже. Без имен, каких-то без фамилий, без агитации, мы попробуем нарисовать некую такую среду избирательную в нашем обществе. Добрый. Ну, я и не собирался заниматься никакой агитацией. У меня на питание. Борис, сколько у нас тайминг, чтобы не говорить за багато? Не говорите. Добрый, дякую. Ну, знаете, сейчас очень сложно говорить про какие-то научные результаты, какие-то, давать оценки, потому что процесс только начинается. Но, знаете, я, слушая вас, Борис, слушая вашего корреспондента, взливил себя на то и думать, что я оцениваю сейчас то, что происходит в стране, более, скажем так, эмоционально. И моя эмоция полягает в том, что у нас есть колоссальный конфликт между смыстом этих выборов и их формой. Смыст реально драматичный. Даже на пив трагично. У нас иди війна. И эти выборы – это не тот процесс постсовердянского трансформационного, какого-то там, да, оце 20-ти речи, в котором мы перебивали с 91-го року. Мы не повернемося ані в 13-ти речи, а не в 91-й. Тобто, мы уже в абсолютно иншей ситуации, абсолютно иншей реальности. И вот это мусить быть главным смыстом этих выборов. Потому что мы ухвалимы решения, которые, ну, позначатся на доле и нашей страны, и наших нащадков. Стосовно же формы, вы знаете, это какая-то клоунада. Это 43 кандидати. И вы правильно сказали, что значная часть из них и не собирается брать участь в этих выборах. Но она высмоктует на себе ресурс суспільной уваги. Она размухает какие-то абсолютно безпредставные очевидения. Она увеличивает планку социального популяризма. И таким чином, вы знаете, вартность этих выборов, она, знаете, как-то снижается. Потому что, ну, можно, умовник, говорить про такую анатомию наших выборов, что можно выбирать головой, сердцем или шлунком. Я не говорю про другую точку, когда и эти выборы происходят еще и другая часть такого умовного тела. И нам нужно думать насампереду. И вот вопрос, где эта рамка суспільная, гражданская, которая бы накладалась на всех наших кандидатов, которые есть, которые могут там подтянуться, которые остаются, до речи, перед выборами. Потому что, может быть, мои коллеги будут говорить про технологии, мы эти технологии бачили и перебачили за все эти годы. И будут сниматься. Ну, предупредить лишний раз не лишний. Вы знаете, и вот это очень серьезное вопрос, что мы хотим видеть от нового президента, или вообще президента Украины. Потому что, если так вот брать такий загальный зрис суспольных настроек, то президент – это человек, ну, майже царь бог и воинский начальник. От него все залежит абсолютно. И требует людям пояснювати, что это до межского главы, это, будь ласка, до областной адміністрации, или областной рады, это до кабинета министров, это до нашей судовой гилки, а это, власне, до президента. Это первое. Другое. Это вопрос, все-таки, смысл этих позиций, или программ, которые нам еще нужно будет почувствовать. И эти программы, мне кажется, будут очень схожи, одна на одну. Потому что все будут говорить загальными вещами, но когда мы слышим о том, что я буду брать териториальную ценность Украины, окей, доброе вопрос, в какой способ? Что вы сделаете для войск? Что вы сделаете для внешней безопасности? Как вы собираетесь освободить Донбасс, возвращать Крым? Как нам сейчас реагировать на те колоссальные изменения, которые произошли в безопасной ситуации в мире, после, фактически, прекращения угоди про обмежение ракет средней и малой дальности? Де-факто, в Украине откривается возможность, фактически, выработать властные ракеты. Если такой угодный, то никто нас не стримает в этом. И это будет очень серьезный вызов и нам, и в тот же время, и в Европе, и в Европе, и в Европе, и в Европе, и в Европе. То есть, очень высокая цена. И занадто какое-то отношение до этого, как до шоу. Ну, знаете, я хочу сказать, что это не кинотеатр, в который вы пришли, взявши с собой целую торбу попкорну, и будут дивиться и лускать этот попкорн. Потому что все это, что мы сегодня будем говорить, требовать, ожидать, ставить вопросы, а потом прийдемо голосовать, нам в этом потом жить. И не нужно потом посылаться на какие-то там обставки непереборных сил. Ну, действительно, это очень исторический, длинный час. И единственное, что я бы хотел, чтобы мы до этого ставилися в соответствующем. И, мабуть, в этом очень большая роль будет и в засобах массовой информации. Потому что, знаете, не можно перетворить такие выборы на реалити-шоу. Мы уже имеем результаты и продукты таких реалити-шоу в деяких странах, на челе там урядов. И ничего доброго, фактически, такая практика не принесла. Ну, я бы сказал таким чином, что нам сейчас нужно сосредоточиться. И в таком сосредоточенном, вимоглому, очень серьезном состоянии весь этот разговор с всей этой группой, колонной, там, или загоном наших кандидатов. И, по-друге, скорее всего, что нам нужно же сейчас делать выяснения. Ну, не может быть такая ситуация, что у нас, фактически, подалось на президентство аж сотни людей. Ну, знаете, это уже очень несерьезно. Ну, вот, корреспондент правильно сказал, что у нас 24, здаются, наивища. Здесь речь, наверное, и о гражданской ответственности этих товарищей или господ, которые... Ну, это, по-другому, окремая тема для разговора с нашими законодавцами, там, и с нашим политическим классом. Я хочу немножко подвести пока черту под первой частью вашего выступления и задать вам один вопрос, вот такой. Вы сказали, там, программы, особо их никто не обсуждает. В принципе, до выборов, до первого тура, ну, полтора месяца, да? Как вы считаете, не только, а вы тоже, дойдет ли у нас дело, в принципе, до серьезного, нормального обсуждения программ, до борьбы этих программ, для соревнований этих программ? Или же все будет сведено, в том числе и штабами, технологиями и прочим, до вот этого, свой-чужой, белое-черное, реванш-не реванш, и вперед? Я бы сказал так, что великая небезпека в том, что серьезного, глубокого анализа и с уважной такой суспільной дискуссии может не отбудеться. Хоча просто за великою кількістю таких программ и этих обговорений. По-другому, знову ж таки, все может скользнуть в таку, знаете, площину шоу, потому что будут какие-то публічные дебаты. Один будет закидать одному, а не говорить про своё. Фактически, это будет борьба на взаимные таки, чи знищение, чи принижение. И, знаете, очень серьезно в украинском суспільстве бракует такого независимого аналитичного сегмента. Не тоді, когда, умовно скажут, что есть события, и мы собираемся про что-то говорить, давать какие-то оценки. Они могут быть правильными, могут быть помилковыми. Питание в том, чтобы суспільство формировало порядок, где-нибудь для политического класса. Ну, не можно ждать, что прийде какой-то политик, и он настолько разумный, настолько мудрый, настолько он самодостатный, и он настолько все знает, что он будет вытягать абсолютно всю страну. Он должен действовать в межах не просто своих повноважений, в межах ожиданий, вимог и, главное, ресурсных возможностей нашей страны. Он занимается в этой стране, он тут работает, и именно этого года он впервые прийдет на выборы. Здравствуйте, дорогие зрители, всем привет. Что я вам могу сказать? Всем молодежи, нам надо обязательно пойти на эти выборы, потому что только мы, только мы, украинцы, можем что-то решить в этой стране. Если вы думаете, что там что-то нечестно, я верю, как наш дорогой украинец, вся Украина верит, что наши выборы честные. А какое у вас питание до экспертов? Что вы турбуете? Турбуете меня. Дороги у нас нормальные. Правительство из Днепропетровской области нормальные. Но что в Украине хотелось бы изменить? Чтобы больше для молодежи, чтобы вернуть нашу молодежь из Польши, всех других стран, больше, больше работы хотелось бы для молодежи. Чтобы интересовала молодежь, можно так сказать. Вот если вы дозволите, я сформулирую вопрос. Чи выборы в Украине колись забезпечить гидное будущее для молодежи? Так точно, я могу сказать. Спасибо, спасибо. Это, наверное, даже был от молодого человека не вопрос, а вот один из тех запросов, которые были. Ну, давайте, ответьте и передаем дальше. Во-первых, я поддерживаю эту молодую человеку, что она оптимистична, но в тот же время она вымоглива. Стосовно забрати наших людей из Польши. Знаете, нормальная ситуация, когда человек сама визначает, где и вигеднее працювать, и комфортнее, и для этого нужно действительно создать эти умовы. Потому что забрати можно очень просто. Скасовать безвиз, прекратить выдачу закордонных паспортей, и все будет очень хорошо, все будут працювать тут на зарплату, которую будут визначать работодавцы. З другого боку, знаете, треба быть готовыми до виклики, все ж таки, либеральной экономики. И треба конкурувати. А для того, чтобы конкурувати, треба дійсно платить гидную зарплату, подвищивать продуктивность праці, проводить модернізацию, турбовать себя про людей, про их умовы. И тогда оно будет складаться так, как оно мусить складаться в нормальном, сбалансованном суспільстве. Спасибо. Да, пожалуйста. Стосовно программ. Програми зараз у кандидатів, вони якось дивным чином збігаються. От дуже у багатьох питаннях. И вообще у нас есть такая традиция, поганая, не выполнять то, что написано в программах. То есть у меня вопрос, на что ориентироваться, если не на программи. И плюс программи деяких кандидатов за последние півроки просто очень сильно трансформировались. Від ни Европы, ни НАТО, до так Европы, так НАТО. Но на что же все-таки покладаться? Насамперед, все-таки программа – это официальный документ, умовно кажучи, присяга, которую берет на себя кандидат президент, а потом с часами вищая посадовая особа. И все-таки программа мусить быть серьезным, очень вываженным документом. Питание тут дещо в другом. В то время этих выборчих перегонах, и коллеги меня поддерживают, что идет тенденция до спрощения, до такого, знаете, минимизации этих вещей. И очень часто можно почути от разных людей, которые называют себя политехнологами, они говорят, что нужно говорить, как можно, проще, коротче, тогда люди будут это принимать. Вы знаете, разница между программой, между гаслами и закликами на митингах очень большая. Люди, которые читают программу, это фактически апелляция до разума. На митинги эта апелляция будет до сердца, до эмоций. Найгірша ситуация, когда с помощью разных так званых технологий будет апеллявать до шлунков. Тому, знову ж таки, украинцы, на превеликий жаль, очень много выбирали шлунком. И это фактически створило у нас таку колоссальную субкультуру, такого выборчого патернализма. Вот прийдут, будут обещать, будут снова что-то там раздавать и тому подобное. Снова повторю, ци выборы не схожи на жоднє, в яких была Украина. Но, с другой стороны, сподіваюсь, что это последние выборы, когда у нас такой конфликт между городом и формой. Еще один вопрос от наших телевизионалов. Да, пожалуйста, Лена, мы слышим вас. Освити, Ганна, у ней вопросы стосовно культури проведения выборов. Будь ласка. Безпеки наших выборців на наших, как это называется правильно, там, где мы выбираем нашего президента. На выборчих дилянках. На выборчих дилянках, так. Как будет обеспечена безопасность, скажите, будь ласка. Это меня хвилюет, как мать, которая выходит в детину, одна. Спасибо вам. Я не знаю, кто может ответить. Давайте, да. Ну, очень актуальное вопрос для самих выборцев и для членов комиссии. Поскольку мы помнимаем нещодавний резонанс на выборах 2017 года в объединенных территориальных громадах нашей области, Синелькевский район, Задзевский АТГ, где в селе Майском подчеркнула голоса отбывался напад. Это выходящий випадок, такий кричущий по безопасности, что члены комиссии потом боялись продолжить завершить выбор. Как этого не допустить снова? Чтобы не допустить, должны правоохоронные органы передчасно працювать с всеми субъектами виборчого процесса зацикавленными особами, стейтхолдерами. Необходимо провести певну політику розъяснювальну, по упереджению певних дій, донесення даже результатов того розслідувания. Бо стримуванням може бути тільки якесь попереднє рішення. Чому у нас в підкуп дуже популяторичного пасювання? Немає фіксації і судових рішень по цьому випадку. Дуже обмежено. І якщо проохоронні органи нададуть результати судового рішення, які по тому випадку проведуть попередні, з усіма зацікавлені, своєчасно, не день виборів, а вже зараз місцеві органи влади приймуть активну участь у попередженні цього випадку. Безпека буває фізична і інші. Ми пам'ятаємо... Формально, наверняка, вже будуть там і поліція дежурити. Санітарний даже стан беремо виборчих дільниць кричущих. Ми пам'ятаємо, як на одних з виборів теж об'єднаних територіальної громади в Кринчанському районі упав потолок на виборчій дільниці. Хорошо, щоб нікого не травмував, ні з виборців, ні члени комісії. Але такі факти є. Ми повинні працювати, дякую нашій гісті, за те, що на упередження вона придає акцент, на що треба зосередити зараз. Нам всім увагу. Правоохоронним органам. Ми вчора проводили зустріч з правоохоронними органами. Є намагання зустрітися з представниками обласної адміністрації, щоб звернути увагу на належний стан санітарного. Бо, оскільки ми приїжджаємо часто на виборчі дільниці, ці попередні вибори, не повністю забезпечені вимогам, постановам Центральної виборчої комісії закону, ці виборчі дільниці. Але звітують, коли ми апелюємо під час різних заходів до Центральної виборчої комісії, а вони кажуть, а в нас ми раз в рік збираємо. Наскільки належно, звітують обласні і місцеві органи влади, що все в той же кількості є в налічі і в зразковому знаходиться на зберіганні. Тобто, це немає певної кількості урн. Вони або поломані в неналежному стані, або їх недостатньо під час виборчого процесу для забезпечення. Це ми вже пішли від безпеки, мабуть, далі. Ну, це одних із вимог. Меніторингу і обезпечення збирателів процесу. Якщо у вас є що додати, може, по ідеї якісь, як обезпечити безпеки збирателів? Нет, да, тогда давайте вже ви і Антон, як ви собираєтесь мониторити ці вибори, избирательний процес. Можете ви начать, да? По поводу, ви говорили наказання, буквально недавно посмотрел судебне рішення. В Одеській області жінчі дали більше піти лет за те, що она, ну, 5,6, да, 5,5 лет суд дал, за те, що она пыталась подкупити, там давала по 200 гривень, то есть людям. Ну, там, поскольку це гривень, то есть, в принципі, прецедент і є вже, то есть, щоб люди знали, тож і зрители, що якщо їх там будуть куда-то вербувати, і що-то привлекати, то це чревато судебними рішеннями. Вот. К тому же і генеральний прокурор, і господин Аваков, да, вони погрозились там, пообіщали, що дуже быстро і дуже жорстко будуть ці всі всі речі робити. Ну, до речі, про охорони. Остається вірити, тому що сказати, сказати. Поліція зараз включилася на реакцію, бо під час початку виборчого процесу представники новотермінової спостеречі громадянської мережі опора подавали, як громадяни, це не наша задача, ми, як звичайні громадянин України, подавали на виявлені порушення заяви до поліції, правоохоронних органів. І на позавчора наш із 67 заяв, 57 подали представники опори на виявлені порушення виборчого процесу. Я дуже дякую, поліція придає цьому велике значення, і вже є певна велика кількість складених адміністративних протоколів, переданих до суду, і я сподіваюся, що ця кількість буде збільшуватися, і придано резонанс, що є бачення поліції загальне, що необхідно працювати на виборченні. Якщо ми зараз не будемо реакцій, то нас чекають через три місяці, півроку слідуючі вибори, які ще більше будуть порушені. Смотрите, наскільки я понимаю, нарушення избирательного законодательства вони будуть начнутся не 31 марта, вони начнутся не завтра, вони началися вже вчера. То є вже є сигнали, інформація о тому, що ведеться подкуп, вистраиваються сети, ну і так далі, так далі. Вот якась реакція? Може би тож почати вже це дело фіксувати, як-то освіщати, інформувати соответствуючі органи? По поводу нарушення. Да, да. Ну, конечно, це само собою. Я просто хотів, я знаю, що зінається, я хотів продовжити те, що говорив Владислав Романов, про те, що за нашу організацію, то есть ми, в отличие от опори, займаємося мониторингом політики, партиї, політиків. То є опора в основному на виборах, зінається, правильно? Наскільки я понимаю. В тому числі ми займаємося, ну, наприклад, я в Днепропетровській області займаюся мониторингом фінансування політичних партий, то є откуди беруться гроші і так далі, в зв'язку з новим законодавством. І з цієї точки зрення я хотів дополніть... Откуди беруться і куди тратяться. Така, Владислава Романова, о тому, що, наприклад, я в цих виборах вижу, то є це перші вибори, які, ну, якби, по новому законодавству касательно фінансування партий. І, наприклад, вже, то, що один із плюсів, то, що я вважаю, да, це вот... Ви маєте віду бюджетне фінансування, да, в цих партий? Бюджетне фінансування, то, що вони подають отчеты, то є, хто фінансує, там, ну, то есть, щоб люди виділи істочники фінансування. І точно також, мені подобався прецедент на цих виборах вже, то, що один із кандидатів насобирал с помощью просто клича среди людей себе на заставу 2,5 млн грн. То есть, це, в принципі, тоже положительний тренд. Ну, люди у нас добрі і щедрі. Не, ну, як сказати, до цього ж такого не було, то есть, це один із плюсів, я считаю, в принципі, цих виборів. То есть, і тенденція положительна. В цьому точку зрения, що люди понимають, що нужно, то есть, що либо олигархи будуть фінансувати, да, либо ми там по копійки скинемся, і, може, этот представить человек, може, що-то буде представлять наші інтереси. Ну, не обязательно, і, може, і олигархи, і скинемся. Понятно, що це все, ну, якби, це тільки начало пути. То есть, многие партии до сих пор там, то есть, є партии, які роблять ошибки в отчетах фінансування, я не знаю, намерено, не намерено. То есть, ще пока це все налаживається, це нове, ну, якби, тренд, я считаю, якби, хороший. Але в то же время, понятное дело, вот эти выборы 100%, ну, понятно, вони вже показали, що вони будуть грязними, ну, це само собою, то есть, там, чернуха уже, да, то есть, там газети якісь якісь отдельні создаються, там. Уже є, пошло вже, да? Ну, я не знаю, в Кривому Рогі, по-моєму, там что-то було таке. Не, ну, це у нас особний город. Да, вот, ну, так вот, в принципі, наша організація, то есть, занимається в общем, політика, но в том числе ми будем і охватувати вот эти вот выборы само собою. Хорошо, ви потом, в течіні программы, скажіть, там, куда обращаться, если что, нашим избирателям, да, пожалуйста. Скажіть, пожалуйста, а яким способом, які методики ви використовуєте для финансового мониторингу? Да, то есть, є сайт національної агенції за підберігання корупції, там є раздел протидії політичній корупції, і каждая партия, то есть, і даже місція організація, якщо вони юридичні листі, об'язані, то есть, здавати отчёты кожен квартал, то есть, ежегодні отчёты, там... То есть, ви мониторите, здали, не здали, да? Отчитались, не отчитались, цифры? Ну, да, то есть, они, как бы, не здали, не знают, то есть, понятно, що вони все здають, просто некоторые здають, бывает так, що, например, местна організація, как бы, проявляє активну деятельність, но в отчёте, ну, можна сказати, пустота, то есть, возникает вопрос, откуда тогда деньги? И куда вы этот, кому вы этот вопрос задаёте? Ну, пытаемся, связываемся с представителями партий и, как бы, спрашиваю... Ну, а какие-то механизмы воздействия есть на них, если, допустим, там, куда-то, может быть, в прокуратуру... Не, на ЗК, ну, на ЗК, Национального агентства спорта діє коррупції, то есть... Понятно. Андрей, вот мы к вам тут всё так технологиям к технологиям приближаемся, ну, поделитесь с нами, пожалуйста, как нас тут собираются сейчас... Ну, в первую очередь, хочу сказать, что выборы — это в любом случае манипуляция, это в любом случае попытка повлиять на решение, потому что надо кандидату убедить в правильности, в голосовании и так далее. Что касается технологий, ну, на самом деле, неких особо новых использоваться вряд ли будет, ну, если брать именно формы. Я не буду брать формы, там, по влиянию на результаты именно на избирательном участке, потому что это уже противозаконные действия, которые должны расследоваться. Я хочу вот... Нет, вы расскажите нам о том, как будут воздействовать на наш неокрепший... Влияние. Ну, первое, что сейчас уже давно мы уже испытываем влияние, это очень популярно, это, естественно, манипулирование социальными опросами. Это тот канал, который используется давно, надежно и будет использоваться ещё очень долго. То есть мы видим примерно каждый день, наверное, раз в пару дней выходят новые социальные опросы от новых разных фирм, и постоянно меняются голоса избирателей, постоянно меняются лидеры. Это всё связано с тем, что надо, скажем так, закрепить в сознании, закрепить для кандидата для партии, закрепить в сознании тройку, четвёрку лидера или одного лидера, ну, в зависимости от... Ну, с другой стороны, это же должно насторожить избирателя. Сегодня он читает, там, кандидат Н лидирует, завтра, П, потом, Т. Ну, поэтому такой социопрос должен выходить с резким изменением после какого-то информационного вброса. Он, возможно, не имел такого большого влияния, ну, избиратель знает, что он был, и он предполагает, что, возможно, оно повлияло на мнение других избирателей. На него оно, возможно, не повлияло, а на мнение других избирателей, возможно, влияние есть. Поэтому, потому что избиратели не очень любят голосовать, сливать свой голос, скажем так, голосовать за проигравших. Потому что, ну, это есть такой процент, но очень небольшой. Раз уже на выборы они пришли, они хотят поучаствовать. А скажите, это вот влияние на меня, избирателя, именно на мой выбор, или же это как бы в длинную, да, и на результаты, и на послеизбирательный процесс? То есть, допустим, сегодня там один кандидат, да, усиленно соцопросами втолковывает мне, избирателю, что вот у него отрыв там в два-три раза. То есть безапелляционно, вообще близко никого нет, тут вот все, выиграл, и до свидания. А потом вдруг оказывается, что, ну, потом экзитполами там подтверждается, а потом он не выигрывает. И дальше что, на улицу? Нет, смотрите, ну, во-первых, никто это, естественно, ну, всегда есть погрешности в социологических исследованиях, естественно. Ну, в разы нет погрешности. Почему это влияние, как и любая манипулятивная технология, у нас очень активно, эффективно, то есть в стране, потому что у нас выбор всегда идет ситуационный. У нас очень небольшое количество избирателей, которые поддерживают какого-то кандидата или политическую силу на протяжении долгого периода времени. Многих кандидатов и том, что они участвуют в выборах, мы узнаем именно на выборах. Поэтому, в первую очередь, избиратель. У нас поэтому перед выборами очень большое количество неопределившихся. У нас и сейчас он достаточно большой. Этот избиратель, который не очень интересуется политикой, достаточно редко с ней сталкивается, Он, в первую очередь, открывает новости и смотрит, кто лидер предвыборной борьбы. То есть, образно, из 42 человек ему сразу же сводят выбор до 3-4. Вот он уже выбирает не из 40, а из 3-4. Ну, или из 2-х, или из 2-х, ну, это в зависимости от ситуации. А вот скажите, это меня очень интересует, ладно, город, админресурс, да? Вот все говорят, админресурс, админресурс. У нас влияние админресурса в городе и, допустим, в сельской местности, где пришел фермер, который, в общем-то, платит там и содержит все это село. Говорит, ребята, вот сюда идем, иначе нам удачи не видать и работы у вас не будет. И все пойдут дружненько туда, куда он сказал, или все-таки у нас уже какая-то там сознательность... Как показывала практика на прошлых, тут даже не то, что фермеры, если еще в условиях сельской местности... Типа райадминистрации? Да, 2-3 конкурирующих фермера, которые могут друг с другом конкурировать, хотя такое бывает редко, но бывает. То здесь больше нужно говорить об таких небольших городках с одним производством, где все работают на одном заводе, все, в принципе, зависят от одного... Эти градообразующие предприятия, да? Да, да, там, в принципе, даже нету никакого там, не придут и не скажут, что вы... Ну, где-то могут, это опять же. Ну, скажут, выйдет директор этого завода с кандидатом и скажет, особенно на местных выборах, это мой хороший друг, прошу вас поддержать, что никак не запрещается законодательством, естественно, он не будет говорить. Люди испугаются сами. Это да, это админресурс, который применяется и будет применяться. На самом деле, скажем так, почему здесь большая проблема, с которой мы сталкиваемся? Чем больше, это в принципе правильно, чем больше конкурирующих сил, тем больше желающих повлиять, они друг друга сразу же... Безусловно. Никто не может так проследить за выборами, как борющиеся с друг с другом кандидаты. Они будут заинтересованы больше всего, чтобы было меньше фальсифика. Спасибо. Я вас прерву, Андрей. У нас есть молодая, симпатичная зрительница, девушка, посетительница торгово-развлекательного центра «Дафи». Она хочет нам что-то либо сказать, либо о чем-то спросить. Пожалуйста. Лена, мы вас слушаем. Что молодь активна сьогодні? Спасибо. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Студентка Оксана має питання до експертів у студии. Доброго вечера. Хотела запитати, добре, це чи погано, що в цьому році так багато кандидатів подали заявки у президенти? Количество кандидатов. А чья, кто ее внедряет, эту технологию? Ну, я не буду называть фамилии или кто, тем более многие могут быть заинтересованы. В принципе, это технология. То есть есть ведущие за несколькими кандидатами? Нет, смотрите, это в принципе еще большой плюс, такая технология «Белый шум». Большое количество вот сейчас начнутся сниматься с избирательных участков, делать какие-то такие яркие акции, одну-две. Это будет отвлекать от общего выбора. Это будет полностью распылять предвыборные кампании многих. То есть, в принципе, до первого тура мы в основном будем наблюдать не за такими тяжеловесами, мы будем заблюдать за вот этими мелкими. Хотя, в принципе, чисто ради интереса я бы дебаты на 42 человека посмотрел. Это было бы чисто интересно внешне и по времени даже. Спасибо, да, Владислав. Я бы хотел бы додать, ну, с одного боку, дивиться, такая за велика кількість, безумовно, все ж таки, зараз вона грає только негативную роль. Але питание в том, что позитив в чему есть? Это есть влияние, все ж таки, демократичных институтов. Хотя, ну, такий, ну, не совсем, скажем так, нормальный способ. По-друге, это есть пояснение, ну, это с моей точки зрения, это очень серьезный влияние сучасных социальных технологий. И, фактически, с этим нужно рассчитывать. Вот вы говорили про социологию. Я хочу там все ж таки додать пару слов на захист доброго имя классической науковой социологии, а не от этих фирм-одноденок, які там десь зникают, і вони просто поплюжать, як кажуть, поле там, повитоптують все, і нічого з нього там потім не расте. З свого власного досвіду я можу сказати, що останній нормальний рік, де працювала класична социологія, це були вибори парламентські в 2002 году. Когда мы делали очень серьезные, глубокие анализы, и люди тогда ишли на интервью ранее. Вот сейчас очень большая проблема. Не можно до человека пройти. Люди не доверяют, люди просто боятся, физически недоступны. Вот вы сказали про фермера. Він Лом, лидер суспільної думки, общественного мнения, российского. И знаете, умовно кажучи, спробуйте найти таких середньо ланки работодавців, люди, які відчувають настрій людей, вони з ними там постійно спілкуються. Ви зможете до нього підійти, взяти у нього социологічне интервью? Не візьмте. Він просто фізично недоступний. Бо там консьержка, чи взагалі там приватний будинок, там охорона, він пересувається тільки в автівці. І тому дуже часто під ці опитування потрапляють люди досить такого стандартного класу. Плюс, безумовно, дуже серйозний вплив медіа. І знаєте, така ілюзія легкодоступності влади, що я написав йому в Фейсбук і він мені відповів. Або я підписав в Твіттер одного президента. І знаєте, це теж дуже серйозно поплюжить взагалі в це політичне поле. Ну, через все треба пройти. З тим треба, умовно кажучи, пережити. І в мене таке відчуття, що все ж таки ця навала цього невіглоства і цього популізму, вона піде все ж таки на спад. Але нам треба це пережити. Вони не допрацювали, тому що у нас 353 політичні партиї. А у нас все 43 кандидати. Дякую. Зараз, минуточку. Ось сюди, будь ласка, мікрофон. Я сподіваюся, ми відповіли нашій зрительниці. Так, я хочу трошки доповнити моїх колег стосовно явища кількості цих кандидатів. 42 кандидати, можливо, їх бюджет більше, скільки ми побачимо. Це непогано, недобре. Це звичайне демократичне явище, яке дозволяє наше українське законодавство на сьогодні виборчі. Тобто, зареєструвалася певна кількість кандидатів, але хтось по-серйозному пішов в цю історію, хтось розуміє, що попереду, як вже сказали, парламентські вибори, і це такий відповідний моніторинг. Зараз там набирає цей кандидат якихось умовних 5 відсотків, і він вже розуміє, що він має якийсь шанс отримати фракцію у наступному парламенті, яку буде обиратися. А третя категорія цих кандидатів – це для шуму, як сказали, для того, щоб можна було знятися, для того, щоб можна було зареєструвати певних наглядачів, якихось, або членів дільничих виборчих комісій, для того, щоб, можливо, здійснювати якісь технології не зовсім прозорі і чисті. Тобто, ну, такі три категорії. А вже людина має обирати серед цих кандидатів, напевно, дійсно, дивлячись на цю програму і аналізувати цю програму, що там написано. Тому що, коли наші кандидати нам кажуть про те, що ми там щось понізім або повисім дуже сильно, треба подумати, за рахунок чого. У нас є відкриті джерела інформації стосовно наших бюджетів, у нас є відкриті джерела інформації стосовно багатьох моментів, які можна проаналізувати. Нам звісно вірити в якісь чудеса, в хороші об'єдні. І проще, звісно. Нам дуже просто повірити в якісь чудеса, це ж простіше, ніж взяти відповідальність на себе, проаналізувати або якась активну позицію зайняти і щось зробити. Проще просто посидіти на дивані і нехай він зробить. Безусловно. Ось сюди мікрофон, я поки не вийде, я скажу, що, понимаете, ви сказали, що відповідальність – це відповідальність нас, збирателів. Але є таке ще поняття, що більше 90-х чоловік, почти 100, подали документы. А де гражданська відповідальність цих людей? Деньги. Которі про… А? А деньги? Ще ж деньги. Деньги, понятно. Але чоловік заявляється, я пойду в президенти. Це відповідальність. Ззади країна, ззади люди, 40 мільйонів, нискільки. І от він так, спокійно, да я поиграюся, там потім на парламентський і розкручусь тут, чи ще щось там, деньжат подрублю, там, де-то техніческим пройду, і все буде добре. Я считаю, що таким людям потрібно якось, я хочу спросити, считаєте ли ви, може, какую-то метку черну ставити, що один раз ти так зробив, все, нет тебе більше вери, доверия, ти поігрався со країною. Так, наверное, якось нельзя. Да, пожалуйста. Я хотів би додати, що кількість кандидатів, вона безпосередньо пов'язана з успіхом популізму і гучних заяв кандидатів. Тому що, на прикладі ЗМІ, можна побачити, що ми сьогодні маємо просто колосальну кількість джерел інформації. І не кожна людина здатна розбиратися, детально аналізувати ці джерела інформації. Ну і взагалі французький філософ Вербер ще писав, що сьогодні цензура полягає не в тому, що хтось щось забороняє, а в тому, що ми маємо дуже багато всього навкруги, і людина просто губиться. І це саме така технологія і застосовується на виборах. Тобто людина приходить, бачить 50 кандидатів. Чому буде вона тверезо аналізувати програму кожного, обирати поміж цих 50 кандидатів, і потім тверезо йти голосувати за одного. І саме тому людина просто приходить, бачить пару-трійку людей, які гучно кажуть, що вони приведуть Україну до успіху, і керується вже не розумом, а серцем. Буде чи не буде аналізувати це один момент? Много ли людей, багато ли збирателів можуть аналізувати? Я хотів би більш так емоційно сказати, можливо, і зауважити на дуже важливому аспекті, коли ми приступаємо до виборів. В основному це стосується більше виборця, не кандидатів, а виборця. Та й кандидатів, власне. Знаєте, на п'ятому році війни я колись для себе зрозумів, що причина того, що відбувається цієї війни в тому числі, це велика безвідповідальність загальна наша з вами, всіх. Ми з вами всі винуваті в тому, що зараз коється. І той, хто обирав, і той, хто не обирав, байдужістю своєю, чи той, хто обирав того, кого не треба обирати, своєю активністю. І те, що зараз відбувається в країні, іде війна, ми самі до цього прилучилися, кожен з нас. І політики, які нічого не зробили для того, щоб не було цієї війни, не допустити її. І ми з вами обираючи таких політиків. Тому, я вважаю, правильно зауважують фахівці, про те, що дійсно ці вибори дуже відповідальні. І до цих виборів треба, як і до любих, поставитися відповідально. Але в цих умовах, от ми повинні пам'ятати про свою відповідальність і свою провину, в певному сенсі, за те, що зараз відбувається. Власне, за війну. І вже приступаючи, усвідомлюючи це, приступати до цих виборів дуже, знаєте, відповідально. Не вірити обіцянкам, які ніколи за оці 28 років не були виконані, а обирати дійсно напрямок руху нашої країни. От я, власне, хотів би це і зауважити. Шановні колеги, наше тут експертне середовище згадало дуже важливу таку річ. Ми всі говоримо про певні форми контролю нашого політичного класу. Зараз кандидатів в президенти. Дивіться, вже працюють ці інститути. Ви заходите, дивитесь на сайт, заплатили, не заплатили. А що ж, за яких грошей в цьому борду вішаєте. Мало хто знає, на превеликий жаль, навіть зараз в Україні, що ми входимо, Україна, в сімку стран, світу, першу сімку, з найбільш відкритими реєстрами. І це є інструмент. І цим інструментом треба користатися кожному громадянину. Не чекати, що прийдуть якісь експерти. Чи уповноважені якісь особи. Вони відкриті. Єдине питання, просто навчитися цьому нормально робити. І тоді цей процес, він апріорі... Ви маєте реєстр розбирателі, да? Там багато. Земельні ресурси, будь ласка. І ви знаєте, вам не треба умовно чекати, що хтось прийде там Романов, чи пан Головченко, я буду розповідати, хто такий він там є. Ви просто можете зайти, годину-півтори побачити, що людина декларує одне, але приховує. Це при відповідність і при житті. Це чоловік буде цим займатися. Не дуже. А так, я думаю, практично, я представляю себе, ну, от особено село, да не село, а город. Я должен где-то відкрити інтернет. Я должен посматрати ч'ю-то там 40 деклараций, 40 там ще чого-то, каких-то. Ну, кто це буде робити? А тут прийшов мене директор завода, там, или мой какой-то сказав, слушай там, Говорю, сходи там, давай, это мой нормальный пацан, там все буде хорошо. Давай. Все равно проще, пришел на ситуативный выбор. А потом будем опять, ах, а почему же молодежь, люди, не молодежь, уїжджають? А почему там стреляют, оттуда везут мертвых наших сограждан? А почему? А потому что у вас сходили, потому что Петя сказал Васе, бросить за товарища этот бюллетень. Вот бросили. Борис, питання тут отчому. Знаете, все ці речи... Все ж проще, мне кажется, происходит, чем вот... Працювали, поки у нас збралась напівтака феодальна система, про яку, власне, твої говори, ты колеги згадывали. Вот чому у нас вот такая кульгава там соціологія? Потому что, знову ж, вона покладается на, таки, знаете, загально по лікарне там температуру. У одного уже 42, той уже холодный лежит там, да? Чому західы, наприклад, соціологии, институт Геллопа дуже точный? Потому что вони питають точково соціальную группу с визначенными майновыми, освятянскими, там... Ну, это если поуму, если как правильно, да? Правильно, да. Про что йду мово? Нормальное суспільство, якое чітко усвідомлює в каждом парашарку, в каждой группе свои интересы, и они сформованы, ці интересы. И они не только, скажем, там, сформованы, они уже, я скажу, людина просякнута всеми интересами. Она разумеет, что я не могу голосовать за ту людину, яка обіцяю вот той популізм, в результате чего он приведет до того, что мои дети могут втратить нормальную осв работу, або работы и так далее. Або взагалі у меня, скажемо, там, стрибануть там ці податки и будет таке загально лихо. И тому там выбер абсолютно інший. И там інша аналітика, и інший прогноз. Вот так что, знаете, и есть что робити. Аналітики и прогнози мы поговорим во второй части уже нашей программы. Начнем у нас со специалиста по средствам массовой информации. А сейчас 3-5 минут немножко дадим возможность заработать деньги, которые потом промониторят и посмотрят, откуда к нам пришли. Мы продолжаем программу. И у нас, я напомню телезрителям или тем, кто только что к нам присоединился, что у нас есть площадка в торгово-развлекательном центре «Дафи», откуда мы делаем прямые включения. Вот сейчас одно из них. И вопрос нашим участникам программы. Пожалуйста, Лена. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Можно задать вам вопрос? Как вы думаете, будет ли здоровый климат в нашей стране в целом во всех отношениях? Это о погоде или о чем? Пожалуйста, после выборов обнадежьте девушку. Нет, не будет. Обнадеживание будет реальность. Люди должны готовиться к реальности. Реальность очень простая. После выборов будет продолжаться политический процесс. Он не остановится. И нам сейчас нельзя ждать чего-то, каких-то таких сразу кардинальных решений. Выборы президента – это будет некий промежуточный этап. Но главное верить в себя, излучать оптимизм. Будешь же зависеть от голоса каждого избирателя. Тут очень хорошо было сказано о том, что от человека, от самого зависит, что будет с ним дальше. И с государством тоже. Вот это самый важный момент. Верьте в себя, будет все хорошо. Надо быть патриотом своей страны, болеть за нее, болеть за свой город. И мы достигли того, что мы должны достигнуть. Ну вот как-то так. Спасибо большое. Вот вы хотели... Да, пожалуйста, микрофон сюда. Ну, во-первых, вот на последний вопрос. Если говорить о том, что вопрос нам задавала ветеран спорта, мастер спорта, это очень оптимистично звучит, что люди ветераны, но занимаются спортом. И поддерживая вас, и поддерживая уважаемого полковника, хотела бы сказать, что если бы, допустим, у меня, как у матери, стоял вопрос 50 вузов или 50 хирургов, поверьте, я бы нашла время изучить их историю, их профессиональный уровень. И точно так же сейчас у нас, да, у нас 42 кандидата, но во многой степени зависит наша будущая жизнь, жизнь наших семей, наших детей. И надо потрудиться. Надо, если нет достаточной информации аналитической, если у нас нет уважаемых экспертов, которым мы доверяем, значит, как сказал полковник, включайте сердце, интуиции. Потому что сегодня у многих кандидатов такое качество, как подлинность, отсутствует, и это белыми нитками шито. А то, что их много, ну у нас, знаете, как говорят, три украинца, два гетьмана, это естественный процесс. Много невала, выбор есть. Да, и поэтому даже хорошо, что у нас есть выбор, есть ли с кого выбирать. И только наша собственная ответственность заключается в том, какой мы сделаем выбор. Мы знаем страны, где два человека меняются друг с другом. Да, пожалуйста. Спасибо. И продолжая мысль Натальи, я хотел бы обратиться к молодежи, все-таки призвать ее прийти на выборы. Потому что обычно молодежь на выборы не ходит и думает, что как-то все само пройдет. К сожалению, страна находится в такой ситуации, что само ничего не пройдет. Нужно делать выбор и активно участвовать в политическом выборе. Спасибо. Я слово предоставляю Иван Красиков, специалист у нас по средствам массовой информации. Мы говорили о том, что одна из форм той же манипуляции, это соцопросы. Мы говорили много о других вещах. Но соцопросы нужно где-то транслировать. Нужно где-то... Это, я так понимаю, одна из технологий. Что еще, Иван, уже сегодня, допустим, может быть, применяются, связанные со средствами массовой информации. Может, об ответственности СМИ стоит упомянуть? Я, когда учился в университете, была очень популярная книга, называлась «Generation P» Виктора Пелевина. Там интересный сюжет был. И в основе этого, ну не в основе, там как часть этого сюжета, это политехнологи, да, создали некого искусственного кандидата, который был в телевизоре, выступал. Но на самом деле этот кандидат не существовал. То есть, а он потом управляет, начал президент, начали управлять, начал управлять страну, как бы пытался, да, по крайней мере. Через 10 лет, в том числе люди, с которыми я работал, сняли об этом фильм, он еще более интересно был построен. Но я никак не мог подумать, что еще через 10 лет произойдет так, что я буду в реальности, в стране, где победила революция, достоинство, где война, где погибли десятки тысяч людей, по меньшей мере, да, очень много людей погибло, будет происходить то же самое. К сожалению, сейчас мы имеем дело с тем, что у нас огромное количество кандидатов, это люди, которые живут в телевизоре, в интернете, в соцсетях. То есть, мы имеем дело с виртуальным миром, который, по сути, для избирателей стал реальностью. Я вам скажу одну такую вещь, да, что на самом деле выборный, вот сейчас, да, он будет не между 50 кандидатами, нет. Эти кандидаты четко ориентированы на определенные, ну скажем, геополитические такие ориентации, да, ну, имеют геополитическую ориентацию, да, международную, геополитическую, по-разному можно называть. И она связана, собственно, с их компанией, которую они ведут. А тут все очень просто, да, есть проукраинская группа, есть группа, которая, скажем так, ориентирована на тех людей, с которыми мы ведем войну. Соответственно, у нас, опять же, тут говорили про социологию, сейчас четко структурировано у нас электоральное поле именно по этому принципу. Кто ориентирован на ту часть, а кто ориентирован на эту. Это не всегда проявляется в вопросах, потому что, ну, логично, да, что, допустим, если человек поддерживает, ну, скажем, кандидата, который не совсем заинтересован в независимости своей страны, ну, твоей страны, да, он будет об этом говорить. Вот так откровенно, четко. Ну, группы такие есть, и выборы по слену, вот, которые были, они очень хорошо это показали в 15-м году. По косвенным признакам можно. Не, ну, причем, я вам скажу вам даже больше, да, социология, то есть нам же там в телевизоре показывают социологию, которая, вот, интересная. Интересно, скажем так, ну, телевидению, да, определенным конкретным политическим силам, кандидатам. Но социологи, которых нанимают кандидаты штабы, и они работают уже много, то есть они, вот, я вам скажу так, 14-го года они не переставали работать. Они глубоко исследуют социальное пространство, электральное поле, изучают. То есть, ну, кроме, мы же привыкли к тому, что вот есть опрос, да, там, уличный нет, а еще глубинное интервью, есть фокус-группы, есть масса других элементов анализа. Более того, социологи сейчас говорят, что, ну, в Европе особенно, да, что, вот, вообще, занятие соцопросами, да, это для социолога уже, ну, не очень хорошо, да, можно изучать, как бы, общество по-другому. И люди изучают его по-другому, другие методы. Ну, собственно, я не об этом сейчас хотел бы сказать. Я просто хочу сказать о том, что, чтобы не было такого представления, что у нас, вот, какой-то такой, вот, 50 кандидатов и все. Есть поле, вот, допустим, на одном поле, да, там, на пророссийском, условно, да, или, там, я не знаю, просоветском, там, есть три основных кандидата. И вот группа, и я, и вот та часть, в первом туре, та часть людей в стране, она не проголосует со другого кандидата, с другой ориентацией. Это четко, ядерно, электорат этих людей. То есть, другой вопрос, просто, как она распределится. Ну, допустим, там, кандидат М получит столько, да, там, кандидат Б получит столько, а кандидат В получит столько, да, ну, вот, там, еще какие-то маленькие кандидаты, которые, может быть, у них как-то. То есть, сейчас, в отличие, какое отличие этих выборов от тех выборов, которые были, там, даже в 14-м году. В 14-м году мы голосовали за прекращение, вот, скажем, за прекращение войны, за прекращение, ну, вообще за какую-то стабильность, да, то есть, вообще было потеряно понимание стабильности, да, ориентации, куда мы идем, как, чего и нужно было, как бы, должен быть лидер, который бы привел нас к чему-то, да. Сейчас есть два направления, и между ними будет осуществляться выбор. И это первый тезис, да, который я хотел бы озвучить. Второй тезис о том, что у каждой аудитории уже есть определенные, скажем так, средства коммуникации, средства массовой информации, которые она предпочитает, да. Да, это вот Габриэль Тарт говорил, когда-то 100 лет, 120 лет назад писал о том, что будущее за, там, писателями, журналистами, лидерами, у которых будет своя аудитория, да. Вот сейчас мы имеем дело с аудиторией. Есть, допустим, там, грубо говоря, блогер, да, в Фейсбуке или в Ютьюбе, и у него есть четкая аудитория, которая понимает и верит только ему. Нет, то есть мы пришли к тому, я застал же еще то время, когда не было, например, телеканалов, газет, да, которые, ну вот, четко заточены под определенную идеологическую рамку, и все. И которые четко заточены под определенную геополитическую ориентацию, и все, да. А сейчас-то сплошь и рядом, это нормально. То есть это нормально, то есть стандарты журналистские, да, как таковые, очень сильно нивелировались. Само понятие журналиста очень сильно нивелировалось, да. Сейчас вообще журналистика растворена очень сильно в этом всем, в пространстве. И на сегодняшний день, а почему это происходит, да? Потому что люди голосуют за то, что верят, да, выбирают то, что верят. Вот они верят этому человеку, и они будут делать, как он это. Вот, потому что, ну, из-за того, что время... Зачастую не хотят даже посмотреть альтернативное какое-то мнение. Да, это же будет проблемой. Чтобы не разочароваться. Да, мы можем много говорить о том, что вот, надо людям как-то, этот, прозревать, да, анализировать. Но опять же, ну, мы же должны понять, что четко описана группа людей, или группа людей, которые на это, это нужно, на это способны. А есть люди, у которых, ну, грубо говоря, ну, очень маленькие доходы, да. И стоит вопрос вообще об их выживании, да. И таких людей там много. Есть люди там, ну, скажем, которые, в принципе, там не воспринимают политику сегодняшнюю, да. И у них, ну, разные точки зрения. Эти люди не будут анализировать, они будут смотреть на тезисы. Это сейчас эти выборы, это борьба тезисов, к сожалению. Они, к сожалению, скорее всего, борьбой программ не станут. Это слишком сложно. Эмоции, понимание, быстрое изменение ситуации. Хорошо, есть ли какие-то, существуют ли какие-то маркеры, по которым простой избиратель, там, обремененный своим, там, не знаю, финансовым плохим положением, либо еще чуть-чуть просто, вот, по которым он мог определить. Вот эту газету, допустим, выпустили там специально для выборов, и там она кандидата такого-то. Значит, телеканал, там, это, ага, он принадлежит, там, прямо или опосредованно, там, тем-то, и они, значит, вот тем. Там, есть же, в принципе, на всякий случай, есть законы, которые регламентируют деятельность средств массовой информации во время избирательного какого-то процесса. То есть, это договора, это оплата из избирательного фонда, субъектов и так далее. Вот как с этим что делать? Как предостеречь? А так же засунуть тебе газетку там в дверную? Нет, если бы у нас, понимаете, проблема состоит в том, что если бы эти законы соблюдались, вот мы сейчас, у нас активно муссируется тема подкупа, да? Это тренд. Подкуп на этих выборах, это тренд. То есть, не будет еще... Еще, наверное, даже там, где его и не будет. Ну, просто, нет, нет, надо же понимать, что это работает общественное сознание. Как человек осознает политическую ситуацию? Вот человек осознает ситуацию так, что подкуп это тренд, да? И сейчас это тренд. И сейчас мы ведем, и сейчас вокруг борьбы с подкупом или организацией подкупа через сети, через это... Вот почему говорили, социология не работает, да? А политики, да, отказались от нее. Зачем? Если можно построить сетку. Социальный маркетинг. Соплотил 500 гривен, там. Потом дальше по 100. Сетку сформировали, контроль на каждом этапе. Люди пришли, сфотографировали или карусель, да, все. Никаких проблем. Это почему существует? Потому что нет контроля со стороны правоохранительных органов. Это свободно будет работать. То есть, вообще, речь сейчас... Почему, вот, допустим, у нас появились кандидаты, которые, в принципе, ну, никак не связаны были с политиками, да, и даже, ну, далеки от этих сфер, и у них большая популярность? Потому что люди разочаровались в элитах. Элиты одни и те же не выдают эффективных решений. Поэтому, в связи с тем, что вот такой вот вакуум спермеромался, да, человек готов за любого. Вот давайте, как бы, и готов ему прощать. Вот мы говорим, там, анализируйте декларации. Или, там, допустим, масса кандидатов и членовых команд заявили, что они здесь бизнесом в Крыму, в России. Это известно. И это можно узнать. Еще много неизвестно, но об этом узнают, да. Ну, что, вот заявили, бизнес в России есть. Ну, вот, нет уверенности, ну, в большом, очень большая, как бы, уверенность в том, что людям это будет все равно. То есть, они вот доверились, как бы, да, ну, а, это уже черный пиар, все такое. Я вот хотел просто про подкупу закончить, да, то есть подкуп настолько трендом стал, что сейчас этим вопросом стали, стали просто, он просто превратился в отдельную технологию, которая распространяется в медиа, да. Вот, например, последняя история, она буквально происходит на наших глазах, да, знаменитая очередь возле городсполкома. Все же прекрасно понимают, да, что если вчитаться вообще в те документы, которые были, какие были оприлюднены, да, за результатами сессии Минской Ради, то в этих документах докладно не было, ну, не было таких висновок и не было таких норм, что каждая людина в будь-якому разу может отримать. Вы имеете в виду вот эту историю с выделением в городском районе 140 миллионов на социальный пункт? Смотри, подкуп за бюджетные деньги работает, и есть миллиард случаев, да, в разных странах, как это, как это работало. Ну вот, как, грубо говоря, описали определенная организация, которая, опять же, связана с определенной партией, и опять же, связана с штабом определенного кандидата, да, он так не работает. И, соответственно, он так и не сработает, и мы увидим, как он так не сработает, да. Просто целью, наверное, я предполагаю, да, было увеличение, скажем так, к другому кандидату конкурирующему, да, ненависти определенной, да, со стороны людей. Они пришли, постояли, а денег нет. Все, ребята, отчаливаем, да, о, какие, опять украшают. Пообещали, что вас купят, а вас не купили. Пообещали, да, или там это, 20 гривен выдали, да, все, и больше никаких денег нет. Ну, понятно. Ну, это на самом деле так не будет, то есть не работает так эта система, а просто ее сейчас используют в целых, как это произошло? В Фейсбуке, в интернете, откуда люди узнали о том, что это? Потом пошел слух, баба бабе сказала, да, и пошли, 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 пошли. А проверить эту информацию, просто почитать нормативно правовые отношения, сейчас же все, мы говорим, у нас открытость. Нет, зачем? Сказал общественный активист, все. Так вот, и это к вопросу, это к вопросу-то к тому, что есть уже группы, люди или группы людей, которым верят без, как, без критинга, ну, нет вообще-то осознания реальности. Смогли, смогли наработать себе такой капитал. Так вот, по итогам информационной войны, которую с нами ведет Российская Федерация, да, вот это и сформировалось, что огромное количество источников информации, вот у нас не было-не было, да, кому верить? А вот, хоп, вот этим можно, этим можно, этим можно. И в результате сформировалась такая история, что отсутствие критического мышления, вот в этом верим, потому что очень много, очень большой вал информации произошел, да, колоссальнейший, и люди были к нему не готовы, вообще не готовы. И вы знаете, мы получили вот такую вот проблему, вот эти ломы, блогеры, YouTube, да, у которых там из ботов состоящие подписчики, там по несколько миллионов человек, да, ну вот и пошло-пошло, а потом еще боты подключились, то есть это очень большая проблема, вот эта вот манипуляция на основе лжи. Да, вот, к сожалению, мы будем иметь, мы имеем продолжение этого всего. Это очень, очень как-то все страшно и негативно. Ну, у кого есть, да, потом еще продолжим. Да, пожалуйста, у нас еще человек не говорил сегодня. У меня, для начала, у меня со мной через две недели 18 лет, и он первый раз придет голосовать за президента на выборы. То сейчас он уже занимается тем, что он просматривает программы будущих кандидатов, и у нас проблема состоит в том, что зачастую с занятостью родителей дети остаются сам на сам с этим выбором. То есть соцсети, фейсбук и все, как бы, телеграммы и инстаграммы, ну, в большей степени работают, чем родители. Так как у меня пятеро детей, да, и вот сын самый старший, то мы стараемся вот с мужем разговаривать на эту тему, он задает вопросы. И я бы хотела посоветовать родителям все-таки уделить этому внимание, чтобы рассказать ребенку, потому что он впервые с этим сталкивается, с этим вообще процессом. У меня вопрос. Первый раз идет голосовать ребенок, когда, ну, вот он еще ребенок, 18 лет. То есть мы считаем, что он уже достаточно взрослый для того, чтобы принять решение и отвечать за тот выбор, который он должен сделать, и продолжать определенное время жить с этим кандидатом и делать что-то для своей страны. Мне интересно, почему у нас нет граничащего возраста, когда человеку нельзя голосовать? Ну вот, нельзя голосовать человеку, когда ему нет. Вы имеете в виду нижнего возраста или верхнего? Да, нет, нижний порог. То есть когда муж уже 90 лет, он не имеет права голосовать. Ну вот я вот независимо... Ну, пока имеет. Ну да, вот. А почему его нету? Почему? Потому что человек не может, который прожил... Давайте так, вот, допустим, у нас сейчас три поколения будут голосовать. Да, вот сын первый раз, я уже, и вот мои родители. У нас у троих, у всех, ну вот, у троих поколений у нас разные... Это вопрос спорный, он дискуссионный. Об этом понимаете? Да, если вы понимаете идееспособность, если человек... А если 90-летний человек, он гражданин, патриот, или вы хотите просто сказать, что люди прошлого не могут голосовать за... Ну, пана Бориса, есть еще ищущий запись суспільства, например, я дякую, отгадаю за вопрос. Ну есть, есть такая проблема. Есть, да, есть альтернативные думки, я чувствую на круглых столах, вислови, например, только те, кто платит податки, чтобы голосовали. Да, есть такое. И это, ну, последним годом эта тема поднимается неодноразово, то есть это стало актуальным. Ну и, кстати, есть такой опыт международный. Это обмежение. Будь-який, есть деиздательность. Визначается, что человек является деиздательностью с 18-летнего века. И все. А если она не сдадает, ну, она и хвороба. Я больше скажу, там, работоспособный все. 18 лет, да, 18 лет для нас это дети. Но 18 лет, вот очевидец, ребята молодые, вот там погибают. Погибали. Это 18 лет тоже. Но это же тоже имеет обмежение, кто должен стать кандидатом в президенты. Да. Он набывает права, несе ответственность перед законом с 18-ти годов, повнолетним вважается, его забирают, там, может, в армию призвать. Но кандидатом в президенты он чего-то не может, набивши права громадянина, голосовать. Но так приняли такое закон. Вот это тоже вопрос, дискуссии. Знаете, тут у нас такая очень интересная дискуссия, потому что 18 лет... Ну вот человек это, спасибо, Саня, человек это интересует. ...защищать батьковщину свою, там, да, отримаешь право голоса. Потім з'ясовывается, наприклад, что добрая такая идея у наших законодавцев, что горилку можно пить с 21-го року, там, да. Вот, ну, знаете, вот в Малайзии вчора, там, взагалі, там, вы нашли классную речь, что там тетюн будут продавать особам, которые достигли 100-речного века. И таким чином они выкиренны, там, тетюня по линии, я думаю, там у них будет просто все классно. Вы знаете, вот, если говорить серьезно, питание сведомого выбора, в том числе, вы говорите, до певної меры, про конфликт поколений. Потому что у вас есть своя життєва история, свои ценности, свои переконания, свой опыт. У вашей дитини такого опыта нет, або, если он есть, то он, мабуть, значительно отличается от вашего 18-го року, у него инши коло там спілкувания и правильные абсолютно джерела информации. Питание про спілкувание нормальное. Вот, знаете, все же таки, повертащися до того, что повинна была, что было зруйновано все же таки в нашем суспільстве, была зруйнована система таких, знаете, передатковых таких ланок людей, которые там витлумачивали какие-то меседжи, потом их обговорювали, потом в них транслювали. Это были передачи, и эти передачи там щотижневые, там аналитичные, політичные дискуссии, мы там очень часто там дивились. Цікавая людина, международная справа, он это слушает. Ему не цікаво, он этого не слушает. На превеликий жаль, дійсно, зараз в засобе массовой информации пришел стиль фактически этих ботов. У нас была шаленная дискуссия в спилке журналістов Украины. Кто такие боти? Чому его подают очень часто, как журналисты? Не освяти, не место работы, не ответственности. Вы ответите, пане Борису, за то, что вы в эфире? Ну а как же? Обовязково, а он не отвечает. А завтра его друкуют, как известного блогера. На него ссылаются. Да, вы понимаете? И возникает такая, знаете, очень небезопасная сумма. И тому, снова таки, у нас колоссальная сейчас возможность, все же таки, цю информацию профессионально упорядкованно, скажем так, поднимать, блокировать, передавать на споживание, на огляд, на, принаймні, сказать людям. Вот про это вы можете прочитать, подивиться. Хочете – дивитьсяся, не хотите – не дивитьсяся. Это будет ваш святомый выбор. Но, самое главное, знаете, есть такая, очень добра речь, как проведение стратегической игры. У нас не было бы колоссальной кількости помилок, в том числе, например, с евро-бляхерами, когда бы тот закон, который принимали, и пропустили бы не просто через экспертизу, а через реалити-шоу, как он будет працювать, что он выключает на митнице, что он выключает в реестрации, в полиции, в податкевцах, какой будет стан на дорогах, какие будут споживательские настроения, как завалится ринок легальных автовок и так далее, и тому подобное, сколько будет вбита людей вот этими бляхерами, которые будут кидать эти машины и текать потом, чтобы уникнуть ответственности. Мабуть бы после этого это был очень сильный месседж. И не было бы мы сейчас вот такой надконфликтной ситуации, которая выникла. Хотя, с другого боку, бюджет сейчас содержит очень большие деньги. Ну, никто же не считал, сколько бюджет не получил денег. Нам сейчас хвалятся, вот они 60 или 65 тысяч растаможили, 5 миллиардов получили, а где еще 2 миллиона? 2 миллиона машин, которые заехали. И закинчивается термин, дарить. 3 тыжня залишилось. Да. Почему это все? Поэтому тут... Это просто большая афера, на которой кто-то поднял сумасшедшие деньги, которую пропустили, дали ей сработать, и все, теперь они там сидят, смеются над этими людьми, которые там повелись на дешевый вот этот сыр в мышеловке и купили себе всех этих разных машинок. Да, пожалуйста. Я хотел ответить, что касается векового цензора выборцев. У меня бабушка и 94 лет, и, честно, она голосует, на мою думку, набагато краще, чем молодец это делает. Я не видел ни одного пенсионера, который оберет кандидата, поржать. Или потому, что он как-то по телеку хорошо выглядит. Да, насчет ответственности у них... Они уже много через что пройшли. Они уже видели очень разных людей, видели последствия. Мы языков выбирали, и кого-то угодно. Они уже что-то понимают. А молодь может прийти и сказать, «О, прикольный» или «О, там, гарно» и так далее. И обрати за таким принципом. Мне хочется молодьи сказать, не забывайте, что вы обираете соби самим верховного головнокомандующего. Потому что как раз вот за эту пятиречку вы пойдете в армию, и эта людина будет вами командувать, оскільки война навряд ли закінчится за этот термин. Ну, видимо, есть такой стереотип, что если люди пожившие, скажем, возрастные, то вот они придерживаются и мировоззрения, не знаю, советского, еще какого-то названия. Но это, я вам скажу, за эти годы, годы независимости Украины, многое поменялось и в сознании людей, и пожилых людей, и поживших. Поэтому я могу судить. Пан Борис, я хотел бы трешки повернуть это важное питание, подняли, очень важное, подчас выборчого процесса масс-медия мают игрувать одну из важных ролей на выборчей арене. Так, я записываю. Пан Владислав, с вами затрону таке питание, как невдоволение блогеры, и профессиональная журналистка. А тут уже называется, на мою думку, распредел... Нет, он не о блогерах, он о ботах говорит. Підажите, я трешки, ну, таки, как бы, свою думку. С приводу, а это уже несут профессиональная журналістика, распредел уже того, что было за попереднее на працювание. Это подчас попередних выборов. Это фейковые новины, это джинса, и это уже, как говорят, расплата, где появилось блогеров, и так далее. И это уже наслідки мы маем у этого. То есть мы должны задуматься над культурой подачи информации. Эти нехорошие вещи перенимают и блогеры перенимают. Ну, о ботах вообще говорить не о чем. До сих пор же, да, СМИ у нас не являются, интернет, вот эти все издания, они же не являются официально средствами массовой информации, поэтому ответственности, в общем-то... А в Фейсбуке страничка вообще на все что ответственности? Она сегодня есть, а завтра ее нет? Ну, например, у нас часто трапляется, что подчас напруженности выборчей кампании, ну, например, в 2015 году, мало что мы стикаемся с схожими организациями, с нашими назвами, да. Так что с новинами, например, которые люди не несут в ответственности, да, там, про поведомления в масс-медеа, 600 боевиков в Дніпрі набирают опору и тому подобное. И это уже есть ответственность перед обществом. Ну, если ты сказал... 600 боевиков. Вот, это главное. То есть, людина должна на это ответственности. Потому что, наверное, честно, тоже он 700 боевиков набирают. Поэтому надо же как-то... Да. А вы сами, вот, какой точки зрения придерживаетесь, чтобы ввести какое-то возрастное ограничение? Сейчас, минуточку, микрофон, да, пожалуйста. Или вы еще в раздумьях? Нет, я не в раздумьях. И, наверное, больше, наверное, это подтолкнул сын, когда он позавчера пришел домой и сказал, что он ехал в маршрутке, где бабушки в открыто говорили, что они получают 100 гривен за 2 часа. И он мне задавал вопрос. 2 часа чего? Ну, вот там стоять и делать. Где-то участвовали? Да, они участвовали. То сын задает вопрос, говорит, мама, ну хорошо, вот, ну вот купили, да, вот они потом пойдут и поголосуют, потому что, ну вот, им что-то пообещали. Им пообещали что-то опустить, им обещали что-то додать и дальше. Но этого же не будет, потому что, в принципе, у него, он учится на такой специальности, где они все это рассматривают, и он реально понимает, что это все будет за счет чего-то. То есть мы опять обанкротимся, у нас казна станет намного меньше, золото станет еще меньше, но мы кому-то что-то пообещаем. Так вот, вот зачем вот такие бабушки должны голосовать вместе с дедушками, те, которые, ну, они просто продаются, ну, как бы, они продаются, и, ну, ребят, мы не за это, ну, не за это воюют наши ребята, для того, чтобы, ну, вот. Посмотрите, как по-взрослому, да, и как ответственно рассуждает, да, ваш 18-летний сын. Ну, так тоже под одну гребенку, бабушек, дедушек, там, ну, не знаю. Нет, здесь еще вопрос уж хороший про подку. Сейчас, минутку, микрофон, пожалуйста. Дело в том, что и молодежь участвует в этом, это не только бабушки, мне кажется, тут не нужно подходить по возрастному. А, в распределении финансовых средств. Ну, конечно, конечно. Участвуют все возраста. И, как я сказала, 94. Моей маме 86 лет, планшет, гаджеты, она уже все это освоила. Самая продвинутая такая. Да, и у нее, как бы, серьезный такой очень подход. У них, наоборот, у них высвободилась масса времени, и они все читают, анализируют, и много информации она мне дает, потому что у меня нет времени просто все это просматривать, все эти каналы. Да, спасибо, пожалуйста. Ну, и даже то, что бабушки и дедушки голосуют за тех, кто обещает повышать социальные стандарты, это же они представляют певную социальную группу, которая имеет певные запросы от кандидатов. Мы же не будем заборонять аграйеров, потому что они хотят голосовать за того, кто поддерживает сельское господство. И поэтому, ну, это трехи помилковый подход в этом. То, что заборонять какой-то социальной группе принимать участие в выборах, это неправильно. Да, пожалуйста. Ну, тут можно еще поговорить, в общем-то, и о правах человека. Я, как вкладач, еще и про молодь раз уже зайшла мова, и поднялося вопрос, что необходимо информировать, да, там, про випадки, когда кого-то ловили. Двох, насколько я помню, но их было там больше в того разу, на минулих мерских выборах, двух студентов, вот, моих безусловно, да, которые учились на войсковой кафедре, то, вот, вопрос, за кого мы воювали. Это было затримано под час выборов, за какие-то, они что-то фотографировали, что-то там делали с бюллетенами. Тобто, век тут абсолютно не впливает. Тут впливают абсолютно другие вещи, и действительно нужно информировать, нужно притягать до ответственности, нужно показать, что человек, который продает голос, который принимает участие в фальсификациях, будет покарана. Тобто, демонстративные сроки – это единственный способ забегти тому. И не пенсионерки, ни молодь не будет чего-то. Об этом не вы первые говорите, это, да и в нашей студии, и вообще, но, насколько я помню, у нас еще даже с Майдана не все, да, наказаны. Мы еще не знаем, кто в кого там стрелял, кто кого убил, кто и так далее. То есть, как бы процессы идут, то свидетелей не хватает, то еще чего-то не хватает. Наверное, бы это немножко остудило, правильно, вы говорите, пыл, вот, горячие головы тех, кто на эти выборы уже заряжается. Но пока, как бы, такого нет, и я пока очень сомневаюсь, что нам предоставят судебное решение или наказание, вот, кто там при выборах территориальных громад что-то делал. Ну, пока нет этого, к сожалению. Ну, а до выборов тут осталось... Это единичный случай. Это единичный, да. Нет системы, то есть, системную мы не видим, что власть, она объявила волю, наличие воли на наказание, на пресечение вот таких вот случаев. Мы этого не видим. Мы видим, некую, слышим риторику подобную, там еще что-то, ну... Власть, которая будет наказывать бабушек, которые берут гречку, она долго не продержится. Да, пожалуйста. Ну, конечно, я считаю, что любая дискриминация, это плохо. Вот, ну, я думаю, что вообще проблема лежит глубже. Мы вначале говорили о программах кандидатов, ну, потом как-то все больше по технологиям, по общим вопросам. И я считаю, что отсутствие стратегического мышления у наших кандидатов, оно налицо. И, соответственно, нет стратегических программ у кандидатов. И, возможно, ну, может быть, там, дедушки, бабушки, так скажем, не совсем бы разобрались в видении, в стратегии будущего государства. Но я думаю, средний возраст, молодежь, в этом бы разбиралась бы, если бы оно видело эту стратегию. А стратегии нет. Нет видения, там, ну, и так далее, и так далее. Есть только популизм, есть, ну, форумы красивые, шоу, и фактически кандидаты продают населению эмоции. Спасибо. Да, пожалуйста, идите. Иван говорил о том, что, на его взгляд, все уже свелось или еще сведется опять к борьбе вот белое-черное, наши-не наши, вперед-назад. Ну, это есть одна из технологий. Это будут сводить, да, к этой применению технологий? это будет сводить. Это технология. Чтобы уйти от программ, уйти от анализов, да? Для того, чтобы уйти на программ, самое оптимальное, это позиционировать, что вот есть враг, этот человек представляет другую страну. У меня вопрос, вопрос, хорошо, если мы говорим о технологиях, да, но, а насколько это действительно так, то есть, насколько от этих выборов, это очень, мне кажется, это может быть самый главный вопрос, вот результаты этих выборов, этих, потом в дальнейшем парламентских, это шаг вперед, еще вот, по нынешнему пути, или все-таки есть еще возможность некой остановки, некого разворота, и так далее. Вот насколько, скажем, какой-то определенный выбор во время этих выборов, он еще дальше нас, ну, ведет, скажем, вот, по тому пути, который мы сегодня, сегодня депутаты, проголосовали в Верховной Раде, я имею в виду, Европа, там, на НАТО. Я спробу ответить, это очень сложное вопрос, знаете, много людей говорят, мы начали реформы, реформы не все здействованы, они там захлали, эти реформы, они не проводятся, тут есть доля истин, безумовно, но вы знаете, моментально перейшли ту межу, до которой мы могли остановиться и, умовно скажу, сказать, ну, хай есть, как оно есть, и мы не пойдем дальше, не будем мы фактически ламать вот той шлях, каким мы сунулися все эти 25 на той час уроков. Питание тут дещо сейчас в иншем. Мы, действительно, сейчас принимаем стратегические решения и, возможно, деякие эти решения, я возьму на себя так особистую ответственность, что они не все эти решения 100% поддерживаются общественность. Дещо происходит с певным тиском. И этот тиск, с одной стороны, исторически изумовленный и виправданный, с другой стороны, тут есть риск. Потому что, все же таки, мы находимся в условиях, когда идет война, и тому, безумовно, наголос на том, что самый высший уровень доверия зараз до войска, до церкви, до национальной идентичности, на диво, до засобов массовой информации. Не знаю, там, до ботов, чи до блогеров, люди, чи до журналістів. Але, з іншого боку, розумієте, ми будуємо демократичні институти в умовах фактично напівчі де-факто військового стану. і від того, як ми зараз перебуваємо ці вибори, як потім буде дуже тяжка виборча кампанія в парламент. І я ставлю собі таке питання. Вибудовуючи нову Україну, демократичну, європейську, спрямовану, закидаючи фактично зараз такі наперед якісь такі, знаєте, гачки підтягую Україну до тих стандартів, ми не самовсаме дуже великий ризик виникнення такого, знаєте, просвіщеного авторітарізму. Мене лякає перспектива ердогонізації України. І тут ризик є. І це не означає, що треба обов'язково бігти шукати якогось хлопа, який нам буде розповідати, що він такий собі демократ, і нікого не буде не примушувати, не утискати, умовляти. У нас зараз час, коли є умовляння, але і є певний тиск, тому що інакше результати перемоги не буде. І от в цих умовах нам треба добудувати вже, остаточне перейти в ту межу, коли не може бути повернення ні ментально, ні організаційно, ні юридично, аж ніяк, всі зрозуміють, треба просто швидше до цього йти. Не розмовляти про якісь там реформи, наробити ці реформи, а не заводити дискусії. Надо, не надо, той міністр, не той міністр у нас. Але в цьому мусить бути дуже колосальна роль, і ми про це говоримо, я дуже вдячний нашим гостям, які ставили це питання, свідомого і усвідомленого вибору. формування формування не просто відповідального виборця, громадянина, а формування ситуації, при якій, яка там гречка, який там підкуп. Той, хто про це скаже, що готовий продати свій голос, те саме, що людина вчинить щось таке, що він відразу стане якимось згоєм. Розумієте? Це не то, що там слово буде немодно продавати свій голос, це буде ганебно. Що ти відразу поставиш себе будь-які межі в цьому суспільстві. Тодай буде мінятися ситуація. Але, знову ж таки, знаєте, ми багато змінилися з 2014 року. І кожен з вас на особистому досвіді бачить, що коло ваших друзів, знайомих, родичів дуже сильно змінилося. Якась частина людей пішла, умовно кажучи, вже без враття. Ви з ними порвали ці стосунки. І ви побачили, що ті люди, які раніше нібито належали до якихось політичних інших кіл, чи якісь у них були уподобані, вдруг вони стають українськими людьми. Вони стають людьми, які в них міняється світогляд. Знаєте, таких прикладів є дуже багато. Знаєте, скільки коли я там був депутатом нашої обласної ради, я пам'ятаю, які там були у нас інколи. Дуже жорсткі виступи, як тої півзали ревіло нам, що ви там такі сякі опозиціонери. А від багато з тих людей, які тоді опинилися, умовно кажучи, в той більшості, проявили себе як справжні українські патріоти. Хоча багато стало на ту позицію, що, знаєте, вони не хочуть це сприймати. Ну, достатньо людей іскрені стоять на той позиції. Ніхто ж не говорить, що вони кон'юнктурно там, или как-то? питання в тому, що це дуже серйозне, це дуже історичний реально злам. І нам треба ставитися до цього вкрай відповідальне. Тому, знаєте, повертаючись до того, що ми починали там дві години тому, що, знаєте, зміст і форма. Зміст, то ми, як сать, відчуваємо. Так чого ж ми так дивимося легковажно на цю форму, на цей балаган? І у тому числі лайкаючи чи не лайкаючи, прикалуючись в тих допусах в фейсбуці чи в іншій ситуації. Знаєте, в цьому сенсі соціальні мережі, вони є колосально класно такий швидкий барометр. Хтось щось не писав і тут трррррррррррір посипалося йому, скажімо там, не ті лайки, на які він розраховував, що він робив, починає підтирати. Для того боти задки-задки-задки-задки-задки. Ну, боти всі вже, знаете, мы уже читаем американцам, европейцам, кто такие боти, как с ними бороться. Все, мы тут же експертами. У нас есть новая ссора ботов между собой. Знаете, ну, я думаю, что это питание, которое мы с вами тут в таких вот, навыдыводинных дискуссиях не развяжемо, но как я чувствую, что такий попыт в суспільстве формуется? И было бы очень хорошо, если бы, скажем, про это мы говорили более докладнейше, и выслуховываясь там разные, в том числе, точки зрения. И самое главное, знаете, стянуть от того постаменту, чипь ядесталу, на який выдралися сейчас все эти 43 кандидаты, и там еще какие-то там лезут, и поставить их трешечки нижче. Чтобы они понимали, что есть... Ну, 31 поставим. Громадский попит, запит, порядок денный, контроль и так далее. И вы знаете, есть шанс то, что мы будем иметь более уважную, соответствующую, и соответствующую, профессиональную владу. И, хотя, снова же таки, знаете, не может ничего быть стабильного. Сейчас все очень быстро изменится. Раньше там сказали, там вот, на життя одного поколения, это изменение ментальности, там, разных настанов, и так далее, традиции. И сейчас мы видим, что происходит где-то за 8, максимум 12 лет. И, может быть, мама может сказать, что вы чувствуете, что ваши дети абсолютно не такие, как были бы там в 15, ваши 16-18 лет. Ну, так же, я, там, смотрюсь на своего внука и вижу, что он абсолютно неинский. Ну, в том и есть плюс. Спасибо. Да, пожалуйста, микрофон сюда. Вы сказали про людей, которые перефарбировались, скажем так, с часов, там, Майдана и так далее, вдягли вишиванки. Я останним часом просто помечаю, что эти люди... Мне кажется, речь не перекрасившихся, а... Нет, ну, змінились. Ви сказали, змінились, я это называю перефарбировались, не завжди. Бо они так непогано... Ну, будемо так казати, да, колишні там регионали, котрі зараз вдягнули вишиванку від провладної партії, займають позиції, щось виконують і, вот, перед выборами нічого не змінилось. Ті самі технології, котрі тільки дискредитують, скажемо, кандидатів, і взагалі вони, по-моему, працюють не в той бік. Тобто, вони, как будто, відсиділи якийсь час для того, щоб от зараз зіграти от на реванш. Можна я відповів таким чином? коротко. Так, дуже коротко. Питання є в тому, що суспільство зараз йде попереду влади. Влада не зробила багатьох висновків, у тому числі і в підході до формування порядку деннополітичної кампанії. І тому, все, що говорили колеги, що ви говорите, все це є правда. Тому, що вони просто це під кальку відтворюють. Вони не розуміють, що вони розмовляють з іншими людьми. І людей це обурює. І люди цьому не вірять. Але вони не вірять умовно одному, другому, третьому кандидату, який нібито говорить класні речі. Але вони хочуть вірити Україні. І оце найголовніше. Треба вірити в Україну, вірити Україні і примусити оціх от хлопів і панів розумітися на тому, що ти не є царь Бог і воїнський начальник, а ти є людина, яка бере на себе колосальну відповідальність. А чи готовий до цього відповідальності диссерувати? От зараз ми подивимося в твої декларації, в інші-в інші реєстри, піднімемо всі твої виступи, бо, слава тебе Боже, у нас зараз фактично кожен день можна відновити людину, чим він займався. Дякую. Так, будь ласка, і будемо закінчувати. Ремарочку, хотів би таку зробити. До того, що я казав, вже хочу, в принципі, додати, що нам не треба забувати, що 200 кілометрів від Дніпра йде лінія розміжування. І я знаю, і багато тут знають моїх тут колег, ті, що поруч сидить, наскільки хідкий цей світ, мир, який тут зараз у нас в Дніпрі і далі в Україні. І я був здивований, як легко його зруйнувати. Вчора ще був мир, вчора ми ще балакали один з одним на одній мові, чи не на одній мові, але нагодили спільну мову, а сьогодні ми стали ворогами. І це якраз привела наша безвідповідальність. Давайте важливо пам'ятати, ідучи на ці вибори, що дійсно недалеко йде війна, і недалеко гинуть ті хлопці, які, і дівчата, які дають нам можливість саме робити цей вибір. Хочеться вірити, що це розуміють кандидати, які йдуть на посаду головнокомандувача, цих хлопців і дівчат, які за нас вмирають. Хочеться вірити в те, що ми вже інші, ну, звичайно, ми помінялися, змінилися, і хочеться, щоб ці зміни були б незворотніми. І ще така ремарочка, що, на жаль, Україна не мала досвіду позитивних якихось таких позитивних перемог, умовно кажучи. Зараз ми їх бачимо. Це постання церкви, це от прийняття рішень сьогодні про зміну в назві той же області, позитивні зміни. І це треба бачити і голосувати саме за цей рух. Не за особу якусь, а саме за рух. За рух подальший. І Господь нам це дає таку можливість зараз. Я хочу на цих словах закінчить програму. Спасибо большое участникам. Спасибо торгово-развлекательному центру «ДАФИ», який позволив, дал нам можливість розширити нашу аудиторію. Нас сьогодні смотріли і там. Це добре. Да. Опрос. Я цифру не відбував, але значительно більшість наших телезрітей, які проголосували, вони собираються йти на вибори, що радує. Да. Вот. Поэтому, ну, будем надіяться, що так і буде. І вони услышали нашу програму, наших гостей, услышали пожелання о будучем Україні, о виборі, о том виборі, об відповідністі, прежде всього, лічній відповідністі, з котрій кожен із нас дійсної дійсно приходити на вибори. Спасибо. До свидання. І до следующих програм. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор